Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра TerraTech, я продолжаю развивать свою базу и строить монстров, как видите, тут вот такой вот просто, ну я собрал на самом деле, я сейчас взорвал одного гиганта и просто собрал с него блоки, пытаясь вот сейчас перевести к моей базе. Могу похвастаться тем, что я сделал вот такие вот склады, то есть у меня теперь есть где хранить именно ресурсы, то есть можно складывать их. Другой вопрос, что в этих складах минус один есть, это то, что они не все подбирают. Даже не то, что не все подбирают, они между собой не переставляют блоки, то есть когда один заполняется, он не перекидывает на другой блок, он просто из себя начинает его как бы, ну, выпирать из него. То есть, и поэтому в этом и есть проблема, единственная только с этим, вот с этим как бы складом. И не путайте, это именно средний склад, а не вот такой вот блок. Вот не такой вот блок, который флатбет, тягач флатбет, или которого, допустим, у меня стоят вот здесь вот. Тягачи вот флатбет, они подбирают предметы и на себе несут какое-то количество. А склад он просто на себе хранит, он сам подбирать не может, туда можно только через конвейер, либо вот через эти вот загрузочные устройства, ресиверы, ну, загрузить предметы. И, во-первых, давайте несколько моментов сделаем. Во-первых, перенесем, попробуем, по крайней мере, что ли, господи, как бы мне это все сделать-то. Я, знаете, думаю, что еще нужен один щит, вот. Просто у меня уже начинает не хватать места, и я прям вот думаю, что все-таки нужен еще один щит, который бы мне, меня бы выручил. Давайте соберем еще один щит. Почему бы нет? Встанем на подпитку от базы. Да, не забывайте, что у меня сейчас стоит четыре солнечные батареи и... Ой-ой-ой, здесь вот аккуратненько надо. Ай, все, я сел на брюхо. Ой-ой-ой. Ну, сейчас я просто на козла встаю. Вот так вот. Все, на подпитке все встали. И, то есть, теперь я питаюсь от базы, когда вот так вот оставляю и начинаю собирать. Здесь у меня еще один стоит такой вот маленький, но это исключительно для того, чтобы переключаться с одного угла базы на другой пока что, потому что я не настраивал, не строил дополнительного. Давайте вот это колесо уберем, потому что оно мне пока что здесь не нужно. И вот эти блоки я бы хотел забрать их с собой, потому что я сейчас буду переконструировать свою базу. И давайте вот здесь вот их вот так вот перенесем их сюда вот временно. Ой-ой-ой, я там все поломал. Ну, как всегда. Но временно, конечно же, не получится, потому что есть всяческие, как сказать, недоработки, я бы даже так сказал, потому что... Всего сразу не учешь, и всегда приходится вот так вот постоянно перетаскивать, постоянно переставлять. То есть, даже вот эти колеса, которые вот сейчас вот выпадают с этих блоков, тоже хочется сохранить, потому что если я буду... Собирать себе приспешников, то хотелось бы и колеса сразу, чтобы у них хорошие стояли, чтобы этот транспорт был более грамотно сделанный. Так, еще надо собрать все колеса, надо все колеса собрать. Не зря же я их возил туда-сюда. Вот еще одно колесо. Так, и вот здесь вот, вот таким вот образом, я просто сейчас вот этими блоками буду строить второй этаж. Да, именно так, прям вот так. И еще вот так. То есть, вот здесь вот я буду строить наверху платформу, на которой у меня будут стоять некоторые приспособления, вот типа солнечных батарей. И также я здесь буду просто как склад использовать, то есть, настраивать там блоки, если вот мне нужно будет их как-то использовать иначе. Так, давайте вот здесь вот уберемся тоже, потому что, сами понимаете, блоки, ну как бы пригодятся тут, тем более, видите, не только простые блоки, но и очень интересные блоки есть, как мартира. Дополнительные пулеметики, которые можно починить пока что, вот сюда поставить. То есть, есть чем гордиться, так сказать, есть запасы. Ну и не забывайте, что это все делается для того, чтобы, давайте где-нибудь здесь поставить. А, нет, не полечится, значит, надо вот так вот. Во, все, лечится. То есть, запасы все равно нужны, потому что, когда я соберусь сделать, скрафтить не так-то это оказывается и легко, потому что ресурсов много не получается увезти. И вот сегодня я буду решать эту проблему, потому что, смотрите, есть два варианта перевозки предметов. Это, то есть, вот так вот и на складе. На складе не очень эффективно получается, потому что они, как бы это правильно сказать, они не ходят туда-сюда. И вот это вот минус, ну, для перевозки, по крайней мере. Вот я здесь уже подготовил место на своем транспорте. То есть, у меня именно так будет стоять. Но, есть такой нюанс, что я вот эту часть закрою, как будто бы коробкой. Вот так вот. То есть, здесь у меня будут, как видите, как она называется, турбина, да. Вот, турбина будет стоять. То есть, она будет закрывать уже одну часть. Так, мне бы двойную, а тут вот двойных-то еще найти надо. Двойную такую вот. А, вот она двойная. Давайте ее заберем. Я вот с этой стороны хочу двойную поставить обязательно. То есть, грубо говоря, я сейчас вот здесь сделаю небольшую коробку, чтобы когда я набираю много ресурсов, и они вот здесь вот так вот крутятся, чтобы когда я давал полный ход, они упирались в эту стенку и не выпадали просто. А когда я буду тормозить, они быстренько эти же, ну, как они называются, тягачи обратно поднимали все ресурсы, то есть, ну, и все было в порядке. Потому что по-другому я не знаю, как ездить и не терять ресурсы. Потому что, получается, знаете что? Я набираю скорость, я теряю ресурсы. Ну, либо набираю кучу ресурсов и медленно-медленно тащусь просто. То есть, я пытаюсь тебе решить вот эту скорость и, ну, быстрое передвижение и сохранение ресурсов. Если надо будет, я перенесу немножко назад вот эти турбины. То есть, возможно, они не будут мне помогать закрывать полностью, так сказать. Вполне возможно, и такое. Так что, к этому тоже нужно готовиться. Так, вот здесь, кстати, двойной блок есть. Вот, я увидел. Да и, в принципе, вот эти тоже блоки можно использовать. Знаете что? Мы вот здесь вот поставим вот эти переработки. Потому что вот здесь вот и с этой стороны я поставлю. Потому что на, в крафтах часто используются, ну, не часто, но используются блоки. Ну, когда я ресурс собираю, то есть, изначально, то есть, не переработанные, вот здесь все переработанные ресурсы, а такие, которые изначально были, они в каком состоянии. Вот, то есть, иногда мне нужны именно такие блоки. Так что, я и поэтому решил возить сразу первичные блоки, так скажем. Так, мне даже, честно говоря, и ресурсов-то не хватит. Вот что еще. Не то, что ресурсов, а блоков. Ну, давайте вот здесь вот так вот закроем. И, ну, я думаю, сейчас я еще парочку-то найду ресурсов. Ну, не ресурсов, а блоков. Так, это вот можно вот сюда вот воткнуть. И вот там вот еще один, я вижу. База не должна развалиться, потому что все вроде бы должно целиком уже сделано быть. Единственное, вот здесь соединение, я его уже трогать точно не буду. Так, еще одна пушка валяется. Так, ну, колесо мы забираем, ну, отдаем базе. Пускай она с колесами возится. Сюда можно перенести щит. Вот, базу нужно расширять. Я ее так уже, как видите, с последней серии расширил на один щит. То есть, она как бы увеличилась. Но и как бы в окружность нужно расширяться тоже. Сейчас, секундочку. Вот здесь вот. Ну, давай. Вот так вот. Здесь у меня такая разгрузочная терминал. Я вот так называю. Потому что получается так, что вот так вот, если я подъезжаю сюда, то с двух, как бы, этих конвейер, скидываются все ресурсы прямо сюда. И все, я как бы сам освобождаюсь от ресурсов. И, в общем, все нормально получается. Так. Знаете, что я, наверное, вот здесь вот сбоку, во-первых, поставлю. У меня есть два, две мортирки. Вот такие вот. Так, я вижу, что у меня уже щит, который вот здесь, вот я нашел его. Вот здесь вот. Это не щит, а точнее регенерационный. Вот это вот регенерационное приспособление. Оно немножко уже не покрывает все, что я бы хотел. Так. И даже так оно не покрывает все, чего бы я хотел. То есть, оно не задевает вот эти блоки. Это больше всего печально. Вот эти блоки крайне не должны задевать. Ну вот, хотя бы так. Вполне меня это устроит. Просто я вот на этот край не буду устанавливать пушки. Если увеличивать еще щиты ставить, то не забывайте, это, конечно, круто. Но и потребление энергии становится больше. И тем самым аппарат начинает просто становиться прожорливым, а не каким-то таким уже эффективным транспортом. Так что, не думаю, и не стоит этого делать. Видите, полазив по своему транспорту, еще нашел дополнительные блоки. Отлично. Так. Вот здесь можно поменять. Раз у меня есть двойной, то можно поменять на двойной. И вот здесь вот просто мы поставим вот так вот. Так. Ну, вроде бы должно быть все в порядке. Здесь используем. Надо врагов покрошить, чувствуется. Так. Вот это мы здесь оставим. Так. О, синенькие кристаллы. Отреспились. Это тоже очень хорошо. Так, и куда бы мне... А, все. Для мортир есть. И есть место. Но я бы удивился, если бы здесь у меня не хватило для какого-нибудь приспособления мест. Так. И... Ну, даже не знаю. Ну, давайте пускай вот здесь вот так вот будут они с высоты полета расстреливать врагов. Угу. Проверим сейчас, что получилось у нас. Во-первых, наберем немножко энергии сразу, моментально. Так, и смотрим. Прям вот как и получилось. Прям в коробочке такое хранится. И если даже дать полного хода, я смотрю, по крайней мере, не выпал уголь. Но, сами понимаете, что угля много и не было. Сейчас попробуем. Мы наберем сейчас очень много угля. Так, вот уже вижу проблему. Вижу небольшую проблему. Не все блоки попадают как надо. Понятно. Так. Давайте-ка мы знаете, что... Вот этот... Вот этот вот кристальчик, он мне нужен. А нужен он мне, знаете, для чего? Сейчас, секунду. Нужен он мне для крафта одного приспособления. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было сейчас очень так сурово. И вот эта кнопочка Ундо, которая возвращает назад крафт, очень помогает в этом плане. Ладно, все нормально. Забираем. А, все. Мне показалось, как будто рядом кто-то. Вот так вот. Так вот. Теперь мне нужен один... один... железный блок и один золотой блок титан. Так. Получаем вот такой вот материал смешанный. И его мы запихиваем вот сюда же. Я хотел попробовать вот эту штуку. То есть, это то же самое приспособление, как вот это. Ресивер. Только он подбирает блоки с ресурсами и пускает их на переработку. То есть, он более мощный, что ли, получается. Как-то так. Я даже не знаю, честно, чем он круче. Так. Давайте вот здесь попробуем брать. А, вот такой он. Ну да, мне кажется, что он просто реально более... забирает больше предметов. Так, давайте пойдем найдем какое-нибудь поле угля. И проверим, так сказать, свою загрузку. Но, в принципе, я уже понял проблему. Единственное, что хорошо, ну, просто нужно не торопиться. А потихонечку вот так вот подбирать, чтобы он успел... Вот, боковые загрузки у меня успели подобрать уголь. Так, ну и попробуем рвануть вперед. Выпадают. А, нет, это не выпадение угля. Это тот уголь, который как бы был, ну, снизу подобран. Не забывайте, что вот здесь есть же пространство. И видите, он вот... Ну, иногда как бы под машину. Вот. И сейчас опять под машину попал. Я не знаю, почему так происходит. По какой причине. То есть он прям вот именно... Такой... У меня такое ощущение, что это как будто недоработано немножечко, что... Чтобы он тянул... Он тянет как бы к себе вот эти блоки, но тянул бы все-таки наверх, а не просто тупо к себе. Вот так вот получается. Так что тут, конечно, немножко дорабатывать надо. Но главное, самое главное, что я вот передвигаюсь и не выпадает, как я и хотел, собственно говоря. Не выпадают предметы из... Вот этих кармашков, так скажем. Тут зачем мне... Ну, умри уже. Все. Собственно говоря, мне вот эти вот и блоки исключительно не нужны. Больше ничего не надо. Так. Отлично. Ну, отлично. Они не выпадают. Видно прям. Вот они там вот, как в кармашках такие хранятся блоки. И отлично. Вот это... Разбираем на запчасти. Просто уничтожим мы тебя сейчас. Отдай блоки. Куда поехал? Блоки отдай себе. Блоки мне отдай. Отлично. Мне самое главное, я от него хочу только вот эти вот большие блоки. Мне больше ничего... Ну, не надо. Ни колеса, ни... Ни оружия. Исключительно вот эти большие блоки мне нужны. Но, блин, он... Ещё пробить надо. Так. А вот это вообще мне не нравится. Что такое? То есть тут... Батьки дерутся, и тут кто-то... Извиняюсь за выражение. Со спины. И ко... Ну, вот это не честно. То есть меня тупо отвлекли... Прошу прощения. Тупо отвлекли, чтобы тот смог убежать. Я так понимаю? Получается-то так? Да. Ну, ладно. Так, и... Я вижу... Наверное, вот здесь вот нужно ещё один щит поставить. Знаете, я вот сейчас вот думаю, что синий нужно щит поставить, чтобы со всех сторон я был всё-таки защищён. Ладно, поставим ещё один синий щит. Думаю, в этом не будет проблем. И много энергии это не сожрёт. Плюс внутри, как видите, вот там вот внутри у меня есть место ещё для батарей. Поэтому батарей можно ещё наставить вообще просто очень большое количество. Блин, жалко. Вот этих жёлтых больших очень тяжело поймать достаточно. И когда вот... Оп. Так. Так, ещё одна проблема транспорта. Перевороты. Надо найти вот такие же колёса и вот здесь поставить. Вот мысль у меня появилась. Так, вот это мы всё забираем. Сейчас аккуратненько. Аккуратненько забираем. Вот эти кристаллы, они очень нужны мне. Так, всё. Самое главное, они вот хранятся уже в этих кармашках. То есть они, в принципе, не должны выпадать. В теории. Но я смотрю, что всё-таки они как-то выпадают. Вообще отсюда как-то пере... Да, наверное, перестроить нужно. И вот эти вот пропеллеры перенести немножечко назад. А здесь прям полностью вообще закрыть. И тогда будет всё в порядке. Так. Ну вот я и... Так, сейчас я вот угля немножко добуду для топливных баков. Ну-ка, ну-ка, быстрей, 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 быстрей. Всё. Включился. Пока... Пока он тут... Дерётся, мы ресурсы соберём. Умри, давай, достойно. Этим я и занимаюсь постоянно. То есть добываю ресурсы. Самое обидное, что квесты очень глючит. Часто стали квесты глючит. Не знаю почему. Я не делал никакого квеста сверх того, что меня просили. То есть, ну... То есть просили туда, я только туда и ехал. То есть дополнительно какие-то не делал. Ну, квесты я подразумеваю вот эти вопросы. И сейчас, в данный момент, вот этот вопрос, это... Меня посылают туда, где был найден радар. Это практически первый... Первый вопрос, куда вас посылают и... Так, что-то тут такое чувство, как будто тут слишком много. Видите? Странно. Так, еще мне сейчас нужно синий кристалл. Синими кристаллами вообще, на самом деле, очень большая проблема. Нет. Я смотрю, коробка не доделана. Коробка вываливается в блоки. Это нехорошо. Давайте закроем вот здесь вот прям. А вот так вот прям. Так. А вот здесь уже немножко проблематичнее будет закрыть. Потому что... А, во. Во. Все, вот отлично. Так. Я очень не хочу терять материалы, потому что ради них мы ездим. В общем, я до сих пор пытаюсь собрать какой-то такой комбайн, который бы, ну, подбирал все блоки. Так, это... А, это... Блин, я думаю, это кристалл красный выпал. То есть, который бы нормально, грамотно перевозил все блоки, но пока что, как-то, честно говоря, не очень получается что-то такое сделать. Пока что вот какая-то такая вот кошмала получается. И выпадение блоков получается. Вот что. Синие кристаллы будем добывать. Ну, вообще, в принципе, кристаллов очень много приходится добывать. И, в любом случае, за ними ездить приходится. В любом случае, за ними как-то, ну, пытается... Приходится охотиться, потому что они восполняются. Ну, и плюс... Как можно дальше каждый раз приподнимают. Я вижу на горе синие кристаллы. Так. Не понял, а чей-то меня... Меня приподнимает. Похоже, то, что я передвинул вперед... Нет. Мне это не нравится. Мне не надо приподнимать. Пропеллеры, конечно, вот эти вот турбины, точнее, они, в принципе, для этого и созданы, чтобы отрывать, как бы, транспорт от земли. Но я исключительно использую их как, ну, разгонный аппарат. Так вот, а по поводу квестов, то есть, вот сейчас квест не рабочий. И вот здесь вот смотрите дальше. На карте обозначен охранник вот этой территории, но здесь его нету. И, то есть, понимаете, вот не открываются вот эти вот белые блоки. Блоки тоже вот недоработка, что ли. Я даже не знаю, как это назвать. Ну, то есть, почему-то не работает. Так, давайте вот этот блок перенесем. Здесь мы поставим вот сейчас вот так вот. А здесь мы поставим вот так вот. То есть, просто... А здесь мы сейчас еще вот такой блок возьмем и все. В принципе, транспорт закончен. Но единственное, я вижу, что блоки выпадают все равно. Вот зараза же, он как-то... Так, вот сейчас вот вроде... И я почему-то меня приподнимает. Меня приподнимает. Так, ладно, все, я сейчас приеду и турбины эти уберу. Потому что, смотрите, прям перед. Прям вот постоянно его приподнимает. И как-то все равно будут... Все равно эти кристаллы все выпадают. Блин, а вот зараза. Смотрите. Постоянно. Не-не-не, все, мне не нравится. Блин, да ну нафиг их тогда вообще? Летать я точно не собираюсь. А, нет, он и так приподнимает. Так. Значит, все понятно. Я зря их, наверное, выкинул. Ну и ладно. Без разницы. На самом деле. Это просто у меня уже зад намного тяжелее, чем перед. Это тоже все можно легко исправить. Просто сюда тоже нарастить блоки. И все будет в порядке, в принципе. Так, давайте припаркуемся. И... Потому что у меня уже энергия кончилась в транспорте. Ну да, я уже все. Я нормально ехать не могу. У меня он перевес постоянный. То есть он перед постоянно задирается и... Да, вот это проблема на самом деле. Перевозки нормально. Нормальные перевозки транспорта. Ну, как видите, вот разгрузка произошла. Только единственное, сейчас топливо не хочет заправляться. Почему-то не хочет заправляться топливо у меня. О, все. Заправился. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я дальше буду развивать свою базу. Перестрою немножечко ее. То есть как-то, ну, нагромождение будет всячески. То есть попытаюсь как-то развиться. Попытаюсь как-то в автоматическом режиме, может быть, ресурсы добывать. Но самое страшное то, что роботы, они сами же глупые. И они не смогут пополнять себя постоянной энергией в первую очередь, чтобы отбиваться от врагов и постоянно поддерживать щит. То есть они постоянно будут умирать. И мне так кажется, если я даже двоих сделаю, мне все время придется только их чинить, чинить и чинить. То есть только так. Ну, на мой взгляд. Также есть вариант у меня поставить вот здесь вот платформочку, на которой можно крутиться. Вот такая вот платформочка. И поставить туда пушки, поставить здесь управляющие устройства и как бы в защитном режиме, то есть такую вышку отстреливающуюся поставить. Тоже как вариант защиты базы. То есть вполне возможно. Очень много вообще вариантов, но для этого надо очень много ресурсов, которые приходится добывать и ездить постоянно. А вот какого-то такого транспорта я пока еще не придумал, чтобы он грамотно добывал ресурсы, грамотно перевозил их. То есть как-то так. Можно с желтыми, ну, благодаря желтым, как желтой коалиции это сделать. То есть у них есть там блоки и специальные такие здоровые контейнера. Но, ребят, этих желтых нельзя крафтить, а делать я их тоже не умею. И появляются они вообще единицы. То, что вы видели, он появился. И то я его не смог убить, потому что он исчез. Сейчас вот это два таких желтых появились где-то вот за сегодняшнюю игру, за мою. Ну, я еще играл до видео. Так что вот так вот. 50 лайков из следующей серии. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. С вами был Нильгорн. Всем всего хорошего. Пока.